Всем привет, вы на канале Steven Games, я продолжаю играть в игру Injustice, и сегодня у меня снова испытание на... Где рыцарь Архама? В общем, не важно, на рыцаря Архама, да, будем проходить испытание на рыцаря Архама, будем проходить его Хеллом Джорданом, потому что этот персонаж пока что еще, я не знаю, актуален, наверное, на данный момент, поэтому я думаю, что будем играть именно им, и пройдем испытание все три, я думаю, что именно им, потому что он должен каким-то образом затащить, кстати, у меня тут соседи опять начали ремонт, точнее, не начали, а продолжили видать его, поэтому в любой момент может либо засверлить, либо застучать что-либо, и поэтому я не знаю насчет стрима, который я обещал в выходные, посмотрим, я надеюсь, что у меня получится все сделать, но не факт, не факт, поэтому что ж, окей, я сообщил, поэтому я думаю, что все будет, все получится, но на всякий случай. Отлично. И первая победа, да, самый сложный бой за всю историю испытаний, я думаю, таких испытаний никогда еще у меня не было, чтобы персонаж Хелл Джордан, да, Хелл Джордан, ребят, чтобы персонаж просто спокойно, без особых проблем, суперудар третьего уровня, и персонажа нет, и, кстати, он у меня первой элиты, первой элиты, не забывайте, что у меня уже один есть, я его достал в паках, у меня появился еще один, таким образом мы проходим первую часть испытания, и переходим на сложность испытания эксперт, я думаю, здесь тоже ничего особого не будет, хотя будет рыцарь Архама, возможно, какой-нибудь еще Бэтмен рыцаря Архама добавится, я не знаю, честно говоря, не видел еще эту сборку, но давайте посмотрим, не будем медлить. Что ж, следующий бой, и у нас тут один рыцарь Архама, возможно, это будет в последней битве, когда я буду сразу сжаться уже против самого сильного рыцаря Архама, появится еще один соперник, я, честно говоря, уже не припоминаю этого, но в любом случае, давайте попробуем опять же Хеллом Джорданом победить рыцаря Архама второй элиты 50 уровня, при том, что у него 30 тысяч нанесения урона и 116 тысяч жизней, давайте посмотрим, я думаю, что все получится, потому что это еще не настолько сильный персонаж, когда я снимал выживание, я, по-моему, побеждал и посильнее персов Хеллом Джорданом, поэтому я думаю, что будет все довольно быстро, без особых проблем, конечно, недоступен суперудар, блин, третьего уровня, вот это, конечно, ну и не было предугадано, но все равно, вы посмотрите, вы просто посмотрите, один только удар второго уровня, второго уровня и победа еще над одним рыцарем Архама, я не знаю, я не пытаюсь сделать испытания из этого всего для Хелла Джордана, точнее выживания, но, блин, проверить на то, как он будет расправляться с персонажами за испытания, мне бы хотелось, что я сейчас и делаю, естественно, возможно, это не так интересно из-за того, что я побеждаю Хеллом Джорданом, а Хелл Джордан является, по сути, читерским персонажем, и это факт, но, на мой взгляд, на мой взгляд, ночной кошмар, это будет что-то с чем-то, и вот здесь уже Хеллу Джордану придется немножко помучиться, хотя, кто его знает, возможно, мы опять сейчас зайдем в эту игру, дойдем до конца и спокойно разберемся с этим персонажем, но посмотрим, что ж, следующая часть испытания. Что ж, последнее испытание, и у нас тут, опять же, Рыцарь Архама один, единственный, блин, я думал, что еще кого-нибудь приставят к этому персу, но я понимаю, что он один, и нету каких-то аналогий по типу Рыцарь Архама, там, я не знаю, Темнейшая Ночь или что-то в этом роде, поэтому я понимаю, что его и не будет. Но самое интересное, что меня больше всего удивило, это то, что при 50-м уровне 6-й элите, Рыцарь Архама имеет жизней меньше, чем при 50-м уровне 2-й элите, это как-то нелогично, 97к, при том 57к атака, атака, конечно, увеличилась, но, блин, если против этого персонажа идет Хелл Джордан, какой речь идет атаке, о какой атаке может идти точнее речь, вообще не пойму, блин. Таким вот образом, если взять этого персонажа, то Хеллом Джорданом его можно с двух ударов прикончить, а то и с одного я использую суперудар 2-го уровня только. При этом мне заблокировали суперудар 1-го уровня, о да, как это жестко с их стороны, наверное, просто заблокировать мне суперудар, суперудар 1-го и 3-го уровня. Блин, ну смена персонажей, да, тогда ладно, тогда я с вами согласен. Ну и что дальше он мне сделает, я не знаю, честно, это бред, реально бред. Последнее сложное испытание реально было бредовым. На самом деле, вот сейчас я могу на все 100% вам сказать, что вот это было самое быстрое испытание и всех, которые я когда-либо делал. Почему? Потому что появился Хелл Джордан, и пока Хеллу Джордану не будет противостоять какой-то другой более сильный персонаж, то, по сути, мы будем так и смотреть на этого Хелла Джордана, который будет разносить, как и в битвах по сети, которые в скором времени также выйдут, не знаю, когда только, на следующей неделе, скорее всего. И там мы проверим его, как же он будет сражаться против обычных персонажей. Например, знаете, вот выбрать Хелла Джордана и пустить его против... против кого? Например, против Рэйвен. Обычный Рэйвен, у которого есть истощение, у которого есть неплохая пассивка в этом плане, поэтому будет довольно интересно на это все посмотреть, как же они будут взаимодействовать друг против друга. Ну и что ж, давайте зайдем в коллекцию. Непосредственно мы все время заходим в коллекцию. И выбираем Рыцаря Архама, и, конечно же, прокачиваем его до третьей элиты. Да, до третьей, по-моему, элиты. Потому что у меня уже один Рыцарь Архама был. Так, где? Где он? Вот он. Один Рыцарь Архама был, поэтому прокачиваем его до третьей элиты. Блин, да что ж карточка закрывается. Отлично, вот. Элита третья. У меня уже здоровье 23 тысячи и 16 тысяч урона, при этом критический урон 150%. Шанс на критический удар пока что никакой, но когда я зайду модифицировать, зайду в лабораторию Старлапс, то можно будет прокачать ему и критический урон, как я полагаю. Без особых проблем мы это сделаем. Шанс на критический удар, точнее, не критический урон. Но и критический урон, по сути, тоже. Что ж, ну, Рыцарь Архама, ты, конечно, крут, но тебя мы победили, к сожалению, очень и очень быстро, что немного смущает. В плане того, что тебя разбить, например, в битвах по сети, либо в обычных битвах в башнях будет довольно легко. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!